5 января 2021 года в нашем областном историко-краеведческом музее прошло открытие выставки «Холом Хайрат Кертулха», посвященной 105-летию Каюму Мухаммедханова. Каюм Мухаммедханов родился 5 января 1916 года в городе Симпалатинск. Здесь вы можете увидеть фото его матери, Макабжамал, сделанной в 1940 году по просьбе самого Мухтара Уэзова, который хотел воссоздать исторически верный образ женщины времен Абая. Отец Каюма, Мухаммедхан Сейткулов, сыграл огромную роль в становлении его мировоззрения. Мухаммедхан Сейткулов – просветитель, собиратель и хранитель рукописи, преподаватель ислама, сподвижник алашардинцев. В 1937 году Мухаммедхан Сейткулов был арестован и расстрелян органами НКВД, реабилитирован посмертно в 1989 году. Место его захоронения до сих пор неизвестно. Достойный сын своего отца, Каюма Мухаммедханов, был воспитан в духе алаш, сохранил наследие Абая и других посетителей родового дома. В разное время в этом доме бывали Абай, Шакарин, Амрик Ашубаев, ученики Абая, многие деятели алашарды, певцы и композиторы, первые режиссеры и артисты театра. Те, чьи имена вошли золотыми страницами в историю казахской культуры. Там же часто гостил со своими друзьями и студент учительской семинарии Мухтар Ауэзов. Можно смело сказать, что знакомство Каюма и Мухтара переросло в крепкую дружбу на всю жизнь и определило дальнейший научный путь Мухаммедханова. Сам Мухтар Амурханович называл Каюма своим младшим братом и талантливым учеником. Именно Каюма Мухтар Ауэзов выбрал своим научным корреспондентом для выполнения различных заданий при написании им романной эпопеи об Абая. Сам в то время находился в Алма-Ате, а уточнять многое надо было на местах в беседах со старцами из отдаленных аулов, живых свидетелях жизни Абая, в архивах, в переписке с разными городами. В конце 1930-х годов все наследие Абая, его учеников и последователей находилось под угрозой исчезновения. Слово Абая искажалось, ведь произведения Абая не были изучены с научной точки зрения. Исчезали его рукописи и личные вещи, уходили старцы, свидетели его жизни. И Мухтар Ауэзов доверил своему ученику Каюму Мухаммедханову выполнение ряда заданий, направленных на сохранение значимых пластов казахской культуры. Одним из заданий было установление и сохранение школы учеников и последователей Абая. Каюму Мухаммедханов впервые научно обосновал само существование литературной школы Абая. К школе Абая относятся многочисленные поэты и сказители, композиторы и сказочники, певцы, учившиеся у самого Абая, следовавшие его советам, воспринявшие через Абая все лучшее от мировой литературы. Это его сыновья и окружение молодых дарований – Акылбай, Магауя, Икокитай Кунанбаевы, Архам Искаков, Уаис Шондыбаев, Осет Найманбаев, Кокбай Жалатаев и многие другие ученики. Каюму восстановил имена, сумел собрать сведения об их жизни и творчестве и написал труд, состоящий из четырех книг – Абайден Аканч Акертире. А главное – Каюмухамедханов сохранил для потомков и в дальнейшем опубликовал ряд стихотворений и поэм учеников школы Абая. Еще одним из заданий Мухтара Уэзова стало создание основы для открытия первого музея Абая. Каюмухамедханов провел немало месяцев в трудных, изматывающих экспедициях, добираясь на грузовике в отдаленные аулы по пыльным дорогам. Там он беседовал со старцами и очевидцами жизни и творчества Абая и его окружения, устанавливал подлинность и принадлежность каждого предмета быта, мебели, одежды, книг и рукописей Абаю и его близкому окружению. Каюму принадлежит бесценная роль в организации первого государственного литературно-мемориального музея Абая, который был открыт в нашем городе в 1940 году. В то время было установлено более 500 экспонатов. Сделано научное описание всех экспонатов, написан путеводитель по музею на казахском и русском языках. Каюм начал свою работу в музее старшим научным сотрудником. В 1947 году стал директором музея, но при этом параллельно продолжал свою основную работу – работу педагога. Непревзойденный педагог-наставник Каюм целых 50 лет преподавался в Палатинском пединституте, а его общепедагогический стаж, включая преподавание на курсах в 1930-е годы, насчитывает 60 лет. Он воспитал много поколений молодежи, которые с теплом вспоминают своего учителя. Вклад Каюму Макамитханова в казахстанскую науку поистине неоценим. К сожалению, на протяжении десятилетий оригинальное слово Абая во многих редакциях искажали, но благодаря Каюму, который целых 50 лет потратил на тщательнейшее исследование по сохранению оригинального слова поэта, оно дошло до нас. Зная все рукописные списки текстов Абая, исторический контекст, события жизни Абая и его окружения, используя научный метод текстологического анализа, он вернул оригинальное слово Абая. Каюму Макамитханов боролся за еще одну историю – историю Алашардинцев. Он был воспитан своим отцом Макамитханом Сейтколовым в духе Алаш. Многих Алашардинцев он с детства видел в отчим доме, изберег светлую память об отце и деятелях Алаш. Он вернул из забвения образы и имена этих людей, подписывая старые фотографии, восстановил архивные документы и написал их биографии. Он первым приготовил публикации труды Алашардинцев. Благодаря его изысканиям и исследованиям, сохраненным фотографиям и документам, общество узнало запрещенные имена и произведения. Для ученого это был долг памяти отца и его друзей. Но его постигла похожая судьба. Он был репрессирован. 7 апреля 1951 года стало знаковым событием в истории страны. В этот день Каюму Макамитханов защищал свою диссертацию под названием «Литературная школа Абая». Диссертация была успешно защищена, но на Мухтара Уэзова и Каюму Макамитханова начались нападки. Сначала на защите, затем в дискуссии по Абайведению и, наконец, в заказных статьях в прессе. Последовало увольнение Макамитханова с должности директора музея Абая и преподавателя вуза, а за ними и обыск, арест 1 декабря 1941 года, заключение в тюрьме НКВД городов Семипаласинск и Алма-Ата, суд и приговор, 25 лет лишения свободы, карлак. Былучи в лагере, в нечеловеческих условиях, с грозящей смертной казнью, мужественный Каюм не был сломлен и не отказался от своих научных идей. В 1955 году, после смерти Иосифа Сталина, великий ученый был полностью реабилитирован и смог вернуться в родные края, к любимой семье. Сохранить силу воли и мужества, будучи в карлаке, ему помогали многочисленные письма жены и детей. Супруга Каюма Макамитханова, Фархинур, пример сильной и любящей женщины. Несмотря на все трудности, постигшие ее после репрессии Каюма, Фархинур смогла сохранить семейное счастье для всех своих близких и ценнейшие архивы своего мужа для истории. 1 декабря 1951 года, когда в их квартиру ворвались люди в форме, счастье, построенное Фархинур, было под угрозой. Всю ночь продолжался обыск. Каюма арестовали. А беременную Фархинур из шестерых детей переселили в самую маленькую комнату их трехкомнатной квартиры. Остальные же отдали новым жильцам. Вопреки всему, Фархинура Ахмеджановна работала, растила детей и, главное, сохранила уникальнейшие документы – рукописи, книги, фотографии, письма. Она регулярно писала мужу письма и, следуя примеру матери, старшие дети тоже писали отцу, делясь своей повседневной жизнью. Находясь на краю пропасти, в письме из Карлака Каюм просил свою семью об одном – ничего в жизни не бояться и в любой ситуации говори только правду, чего бы это ни стоило. «Чистота моей души и совести дает мне силы и надежду, что я вернусь к вам», – верил он. И вот Фархинур и дети получили долгожданную телеграмму. «На днях ждите домой. Каюм». В 1955 году Каюм Мухамедханов вышел на свободу. На свет появилось еще трое детей. Каюм Мухамедханов и Фархину Рахмеджановна воспитали детей, сохранивших и распространяющих наследие своего отца. Каюм Мухамедханович внес свой вклад и в символику страны. В далеком 1943 году был объявлен конкурс на создание государственного гимна КАСССР. Тогда еще 27-летний юноша Каюм написал текст гимна для своей родной страны, и конкурсная комиссия одобрила его вариант. Вариант текста гимна Мухамедханова был утвержден указом Президиума Верховного Совета КАСССР. Таким образом, Каюм Мухамедханов стал автором текста первого государственного гимна, который звучал целых 47 лет, с 1945 по 1992. В 2004 году великого ученого, писателя, педагога Каюм Мухамедханова не стало, но память о нем жива до сих пор. В честь него названы улицы по всему Казахстану, в родном Семии, Нур-Султане, Ак-Тобе, Атырау и других. Недалеко от нашего музея находится мемориал Каюм Мухамедханову, представляющий собой интереснейший образец творчества. Вы можете посетить выставку Галум Кайраткер Тулха, увидеть личные вещи Каюма Мухамедханова, узнать еще больше о его жизненном пути. Мы принимаем посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 5 при соблюдении всех санитарных норм, не более 10 человек одновременно.